Белгородские студотрядовцы получили благодарность Министерства строительства Российской Федерации и выиграли грант на создание собственного телевидения. В Якутске завершился всероссийский слёт студенческих отрядов. В нём приняли участие около полутора тысяч бойцов со всей страны. С участниками белгородской делегации встретилась наша съёмочная группа. Стройотряд наша жизнь, здесь все близкие мне, Со своим отрядом мне не страшно войне. Командиры, комиссары и бойцы составляют лучшее движение страны. Поётся в строках этой песни, известной каждому белгородскому студотрядовцу. 58-й трудовой семестр завершился, и по традиции его итоги подвели на всероссийском слёте. В этом году бойцы со всей страны собрались в далёком Якутске, отправились в Республику Саха и белгородцы. Кроме ярких впечатлений, ребята привезли и призы. Один из них – грант на реализацию проекта телевидения белгородских студотрядов. Реализация этого проекта рассчитана на долгий период, то есть это не краткосрочный проект. Мы сейчас с нового года начнём его реализацию и в дальнейшем будем развивать. То есть у нас появится несколько каналов. В дальнейшем мы планируем, чтобы канал был у каждого нашего направления, у нас их 10 в Белгородской области, чтобы каждое направление выпускало какие-то свои маленькие сюжеты, ролики, готовило и так далее. Запомнится этот слёт и девушке Владислава Алине. Она вступила в ряды студотрядов в 2014 году, начинала с вожатой, затем решила попробовать себя в роли проводника. Так и познакомилась с Владиславом. На одном из слётов, который проходил в Москве, девушка поймала свадебный букет. Владислав подумал, что это знак. И в Якутске молодой человек сделал Алине предложение руки и сердца в присутствии всех участников. Я была немножко растеряна, потому что я не ожидала этого и просто растерялась. Ну, конечно же, ответила «да». В студотрядах можно не только найти свою любовь, но и реализовать творческие способности, обрести новых друзей и бесценный опыт, побывать в разных уголках нашей страны. В Белгородской области традиция создания студенческих трудовых отрядов возродилась в 2001 году в технологе. Сейчас в регионе около полутора тысячи бойцов работают в разных направлениях, но признаются, всех их объединяет желание сделать нашу страну лучше. Это такие эмоции, которые вот здесь в душе есть, и их невозможно писать словами, когда ты хочешь делать для людей и получаешь от них обратное. И только это цепляет, единство цепляет. Достижения белгородских бойцов не остаются незамеченными. Высшая награда для молодых людей – почётный знак за активную работу в студенческих отрядах. Особенная честь – получить его на всероссийском слёте. Только 10 участников со всей страны награждаются в присутствии остальных активистов. В Якутске такой честью достоился представитель областного центра Олег Горшков. Ты действительно чувствуешь такое удовлетворение, но ещё и ответственность. Ты получил высокую награду, её нужно как бы и соответствовать. Есть куда расти, очень много планов впереди. Ну, сама дача действительно, теперь как бы всё больше и больше хочется работать. Белгородские студотряды стали одними из трёх молодёжных объединений в стране, чью работу отметило Министерство строительства России. Наши бойцы участвуют в реализации различных федеральных программ. К примеру, тем, кто внёс свой вклад в строительство новой школы в микрорайоне «Луч», весной посчастливилось встретиться с президентом Владимиром Путиным. Подробный отчёт о своих достижениях белгородские студотрядовцы наверняка представят в следующем году. Региональное движение будет отмечать полувековой юбилей со дня первого основания. Весь трудовой семестр, весь год, все мероприятия будут посвящены юбилею, 50-летию студенческих отрядов Белгородской области. Для того, чтобы влиться в масштабное молодёжное российское движение, нужно обратиться в штаб студотрядов своей образовательной организации. Они открыты во всех вузах региона. Людмила Столярова, Александр Поддубный. К этому часу. Белгород. Продолжение следует...